Лицемерие 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 – это всегда ложь или просто инструмент для поддержания нормальных уважительных отношений между людьми? Бывают ли приемлемые формы лицемерия? Ложь и лицемерие в Священном Писании ставятся на одну планку, на один уровень. Ложь и лицемерие – суть одно и то же с точки зрения Священного Писания. Например, пророк Иеремия очень много об этом говорит. И для книги пророка Иеремии ложь и лицемерие – они суть одно. Как вы, наверное, если вы читали Евангелие, то вы знаете, что лицемерие осуждается Иисусом Христом. Осуждается категорически. И это, по сути дела, то, что только и осуждается Иисусом Христом. Именно лицемерие категорически неприемлемо для нормального человека и для христианина особенности. И получается, через все Священное Писание, через Ветхий Завет, пророческие книги, через, скажем, Евангелие, через апостольские послания проходит осуждение и лжи, и лицемерие, как одинаково вредного явления или качества человека. И поскольку это одно и ложь и лицемерие, то, стало быть, отец лжи является и отцом лицемерия. То есть, сатана, как отец лжи, порождает, естественно, и лицемерие. И поэтому, естественно, ну, скажем, лицемерие, естественно, всегда ложь. И получается, что отношения между людьми, построенные на лицемерии, всегда будут лживыми отношениями. То есть, на самом деле, это всегда плохо, это всегда темные отношения. Если в ваших отношениях с близкими есть лицемерие, то же самое, что есть ложь. Это всегда плохо, это всегда тьма, это всегда нехорошо. Но, если Священное Писание категорически осуждает лицемерие, то получается, значит, нормальное отношение между людьми, не основанное на лицемерии, все-таки возможно. Да, мы настолько погрязли в ложь лицемерие, особенно вот нынешняя ситуация, когда лжи очень много во всех сферах жизни человека. Мы, особенно через интернет, через средства коммуникации, СМИ, так называемые, мы очень сильно завязаны на лжи, очень сильно погружены в ложь. И поэтому нам кажется, что нормальные, чистые, прозрачные, искренние, собственно, искренние отношения, они, слово искренность, оно является антониемом слова лицемерия. Вот искренние, чистые отношения между людьми, они нам представляются невозможными, но на самом деле они, естественно, возможны, раз осуждаются они категорично Богом, и тем не менее предполагается, что можно жить человеку и без лицемерия. Вот, скажем, апостол Петр пишет, «По слушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». То есть, вот апостол Петр говорит о том, что нелицемерное братолюбие и любовь от чистого сердца возможны. Или в другом месте, в другом своем послании апостол Петр пишет, «И так, отложив всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». То есть, отложив всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие и зависть, оказывается, возможно. Ну, еще одну фразу из послания апостола Павла к Тимофею. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, спасителя нашего Господа Иисуса Христа, истинному сыну, вере Тимофею, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа, и Иисуса Господа нашего. Отходя в Македонию, просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели божьи назидания в вере. Цель увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждает». То есть, получается, что лицемерие – это некий фактор, некий признак человека, отклоняющегося от Христа, человека, уходящего от Христа, неведующего Христа, забывающего Христа, теряющего Христа. То есть тогда, когда связь со Христом у человека теряется, тогда он, естественно, поскольку он отпадает от источника жизни, человек погружается во тьму. Уходя от Христа, человек всегда погружается во тьму. Ему всегда становится трудно быть искренним, трудно быть нежным, трудно искренне свидетельствовать о своей любви. И тогда он, естественно, начинает лицемерить. Тогда и появляется лицемерие, когда человек отходит от Христа. А здесь можно сделать паузу. Как бы остановиться и поразмышлять. А что мы вообще называем лицемерием? Вот, скажем, мне этот человек не нравится, а я ему улыбаюсь. Это лицемерие? Или, скажем, вот человека, я зол на него, он меня обидел, а я подхожу и предлагаю ему помощь. Вообще у меня на душе кошки скребут. Мне обидно очень. А я пытаюсь ему помочь, хотя на самом деле я никакого добра в отношении к нему не чувствую. Это часто люди, я слышал сам таких людей, они говорят, что а что лицемерить-то? Ненавижу, так и надо говорить, что ненавижу. Не нравится он мне, я и не буду притворяться, что он мне нравится. Это на самом деле не лицемерие. Лицемерием называется нечто другое. А что именно называется лицемерием? Вот, что является ложью, когда мы на самом деле притворяемся хорошими, а хорошими не являемся. Ну, вроде то же самое. Нет, не то же самое. Когда мы хотим быть хорошими, хотим любить, хотим простить, хотим поступать так, как заповедовал Христос, и так стараемся себя вести, хотя, быть может, на сердце у нас этого и нет, это не лицемерие. Мы хотим любить и делаем то, что является делами любви. Хотя, может, этого и не чувствуем, но мы боремся со своим сердцем, мы хотим, чтобы в сердце воссиял свет. И поэтому мы употребляем усилия, понуждаем себя к любви в контексте слов Христа истины, что употребляющие усилия, принуждающие себя, то есть, Царство Божье нудится, и употребляющие, принуждающие себя, употребляющие усилия достигают этого Царства. То есть, мы принуждаем себя к тому, чтобы войти, чтобы в нашем сердце было Царство Божье, чтобы в нашем сердце была любовь. Мы все делаем для того, чтобы сердце наше поистине испытало те чувства, которые нам хочется, которые нам, мы действительно поистине хотим их испытывать. Вот. А если мы и не хотим любить, мы и не хотим и не боремся, но являем, хотим, чтобы о нас хорошо думали, чтобы люди о нас плохого не говорили. Мы притворяемся добрыми и хорошими, но на самом деле такими быть и не хотим. Нам просто важно, как отзываются от нас люди. Мы хотим иметь, чтобы люди имели к нам доброе благорасположение. То есть, важно не то, что мы являем по существу. Это не является лицемерием. Важно, что у нас происходит на сердце. Мы действительно хотим быть такими, какими представляемся, или на самом деле не хотим быть такими, какими представляемся, но просто нам важно, чтобы нас любили. Понимаете, в чем лицемерие? В сущности, если говорить попросту, лицемерие это делать все, чтобы люди, окружающие нас, относились к нам хорошо. А нелицемерная любовь, когда я действительно отношусь к людям хорошо. То есть, лицемерие, когда я думаю, как ко мне относятся люди, а не важно, какой я на самом деле. А нелицемерная любовь, когда я отношусь к людям хорошо, совершенно не важно, как при этом люди относятся ко мне. Разница-то принципиальная в сущности, если вот приблизить, как под увеличительным стеклом рассмотреть это явление, в лицемерии важно, как человек относится ко мне, что они обо мне думают, что они обо мне говорят, чтобы они уважали, ценили, любили и как-то еще вот хорошо ко мне относились. А в любви нелицемерной важно, как я отношусь к человеку. Я очень ругаю себя за то, что на сердце у меня нет того, что я являю лицом, но мне важно, что я являю, а не то, как ко мне относятся. Я стараюсь помогать человеку, потому что хочу его любить, а не потому, чтобы он мне дал пять рублей. Я помогаю, я дарю ему подарок, потому что хочу, чтобы в моем сердце растаяла обида против него, а не потому, что мне надо от него попросить трактор для вспашки. Понимаете разницу? То есть лицемерие это когда я с выгодой, с какой-то заинтересованностью отношусь к людям. Как, что от них можно получить в виде материальной или душевной или духовной какой-то пользы? Я прихожу к священнику, дарю ему подарок, чтобы он за меня помолился. Если я дарю ему подарок, потому что я хочу, чтобы у него было хорошо, чтобы он был радостный, чтобы он хоть улыбнулся немножко, это не лицемерие. Если я дарю ему подарок, чтобы он за меня помолился, то это лицемерие. Я покупаю себе молитву. На самом деле мне безразумно, что чувствует священник, лишь бы он теперь будет чувствовать, что он должен мне. Вот пусть ему мучиться зараза, чтобы кровать под ним горела, чтобы он понимал, что нужно молиться. Вот это лицемерие. Если я думаю о том, что надо как-то сделать так, чтобы батюшке было хорошо, будет мне за это хорошо, от батюшки или от Бога, это не важно. Я думаю о другом. Я хочу любить, я хочу дарить, я хочу быть щедрым, я хочу светить людям, даже если они этого света не ценят. Вот разница между лицемерием и нелицемерием. И понятно, что вот эти нелицемерные отношения, они вполне могут быть между людьми. Надо просто по-христиански сделать установку. Я живу в этом, я христианин, я пришел в этот мир по воле Христа, я уверовал во Христа, Христос открыл мне свой путь и призвал меня к тому, чтобы я любил людей. Вот я должен любить всех. Вот этого должен, и того должен любить, и третьего должен любить, и четвертого должен любить, и я борюсь за это, меня больше ничего не волнует, какое тогда будет лицемерие. Я прихожу на работу, все здороваются, и я здороваюсь. Может, у меня настроение плохое, может, вообще, меня достала вся эта жизнь, вся эта погода, весь транспорт, и все, но я понимаю, что это мои страсти, люди не должны страдать от моих страстей. Я говорю, здравствуйте, потому что Христос говорит, что надо приветствовать друг друга, надо здороваться, надо первым оказывать благорасположение людям. Где же тут лицемерие? Нету никакого лицемерия. Я хочу так вести, может быть, сейчас я в этот момент не чувствую, но я хочу быть солнцем, я хочу быть Богом этого мира, именно к этому призывает меня Христос. Вот, и никакого отношения к лицемерию, и дальше там мы погружаемся в работу, допустим, некий офисный центр, люди работают, трудятся, там как-то прикасаются, вот там соседка слева начинает осуждать соседку справа, ты знаешь, говорит, какая она сволочь, ты знаешь, что она при этом, вчера она сказала про тебя, знаешь, что, я чуть не упал, она говорит, у тебя два мужа, представляешь, что она клевещет на тебе, я знаю, что, конечно, не так, правда ведь, не так же, вот, вот, а она говорит, вот, я говорю, знаешь, вот, мы тут, нас и так тут мало, времена жесткие, давай будем как-то спокойнее друг к другу относиться, даже если она это сказала, она же, ну, просто и делать больше нечего, нет вообще ни одного, вот, поэтому завидуют моим двумя мужьям, вот, хочется и, чтобы хоть у кого-то было много мужей, представляешь, в самой нет ни одного, а радуется, что у кого-то есть хотя бы два, вот, счастливый такой человек, добрый, заботится, не ревнует, а вот, не старается отбить, а радуется, что у меня два мужа, пусть их и нет на самом деле, но хорошо, что хоть человек радуется, человек, то есть, взял и снял напряжение, не осудив, приободрив одну, другую, не пойдя на поводу сплетни, на поводу клеветы, на поводу каких-то страстей, похотей, просто, вот, стараясь по нелицемерной любви все это делать, вот, и тогда никакого лицемерия не будет, а будет борьба за любовь, всегда и везде, чтобы в сердце нашем была любовь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok